19 октября Калининский районный суд. Сегодня здесь началось судебное заседание по уголовному делу в отношении 37 фигурантов. Число подсудимых столь велико, что в Заволжском суде, где и планировалось слушание, не нашлось достаточно большого зала, чтобы вместить всех участников процесса. Об этом уголовном деле мы рассказывали в патрульной службе. Грабились поезда дальнего следования на станции Ржев после внеплановой остановки состава. После того, как преступления были пресечены сотрудниками ФСБ, выяснилось, во Ржеве орудовало преступное сообщество. В ходе предварительного следствия установлено, что организованное преступное сообщество в составе 37 человек в период с 2017 по 2018 год совершило 13 эпизодов хищения грузов из контейнерных вагонов железнодорожных составов, следовавших по Октябрьской железной дороге транзитом страны СНГ. Группу сформировали трое жителей города Ржева в 2017 году. В нее вошли члены возглавляемых ими преступных организаций, в том числе работники диспетчерской службы, локалантинных бригад, охраны поездов и другие. Так, руководители преступных групп получали информацию о перевозимых по железной дороге товарах. Членами преступного сообщества осуществлялись незапланированные остановки в заранее определенных местах на станциях в Ржевском и Зубцовском районах, после чего производилась перегрузка похищенного на грузовые автомобили повышенной проходимости и перевозка их в местах хранения, а впоследствии продукция сбывалась. Для сокрытия внеплановых остановок железнодорожных составов в графике движения поездов носились ложные сведения, а на контейнерах устанавливались оригинальные запорные устройства. Общий ущерб от преступных действий составил более 40 миллионов рублей. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживается группой обвинителей прокуратуры Тверской области. С двумя обвиняемыми из преступной группы были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, и уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. Эти двое – машинист локомотивного депо Ржевской Октябрьской железной дороги Артем Егоров и житель Ржева Иван Митьков. В декабре 2019 года выслушали приговор. Московским районным судом города Твери рассматриваются уголовные дела в отношении членов организованного преступного сообщества, специализировавшихся на совещениях товаров, перевозившихся железнодорожным транспортом на территории Ржевского и Зубцовского районов Тверской области. Подсудимый Егоров в 1978 году рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ. 7 преступлений, предусмотренных пунктами А, Б, части 4 статьи 158 УК РФ, и одно преступление, предусмотренное пунктом А, части 4 статьи 158 УК РФ, общий ущерб по которым превысил 39 миллионов рублей. Оба судебных заседания проходили в закрытом режиме, и вот вердикт суда. Подсудимый Егоров признан виновным, и ему назначено наказание 3 года 8 месяцев в колонии общего режима. Приговором суда Митькову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. По уголовному делу проведено более 40 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято похищенное имущество, денежные средства. В ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников ФСБ России установлены каналы сбыта похищенного имущества и лица, его приобретавшие, а также имущества членов преступного сообщества, на которое наложен арест. 19 октября в зале судебного заседания решался вопрос о продлении меры пресечения участникам преступного сообщества. О ходе судебного заседания мы расскажем в следующих выпусках патрульной службы.